Привет, я Толя, и я обожаю читать, особенно с детьми на уроках. В идеале, если дети сами читают мне на английском, а я только сижу и наслаждаюсь их произношением и артистизмом. У нас уже был выпуск с моей прекрасной коллегой Таней Ершовой из Высшей школы экономики. Если не видели, посмотрите обязательно. Таня рассказывает о том, как заинтересовать чтением тинейджеров. Я же сегодня поделюсь беспроигрышными идеями, как работать со школьниками помладше. Пусть родители гордятся ими. Мой ребенок читает сказки Киплинга. М-да. Мой это уже все на английском давно прочитал. По учебнику Enjoy English для третьего класса. Чтобы дети заинтересовались чтением на иностранном языке, выбирайте книги, соответствующие возрасту. Что важно для детей от 7 до 10 лет. Много картинок и простой язык. Простая, понятная, близкая детям тема. Никакой абстракции. Много действий, диалогов. Книга небольшая. Для детей долгое это то же самое, что и скучно. И дети в главной роли. На обложках указана возрастная категория книги. Ориентируйтесь на нее. Обычно она верная. Можно ли найти книгу, от которой школьнику будет не оторваться? Да! И это наша цель. Если вы занимаетесь индивидуально, то ориентируйтесь на личные интересы ребенка. У меня были дети, которые читали справочник по астрономии с фонариком под одеялом. Это дело вкуса. Но если вы работаете с группой или нет возможности заранее узнать о хобби, берите беспроигрышные варианты. Сказки для самых младших, приключенческие книги, комиксы, фэнтези. Это, кстати, подойдет и подросткам. Сборники новелл и отрывков по возрасту. Например, в учебнике Enjoy English для третьего класса вы найдете подходящие сказки Киплинга. Они как раз хороши для детей 9-10 лет. А вот историческая проза или философские притчи с кучей абстракций пока что не в вашем случае. Но если вы сами их любите, не переживайте. Дети скоро дорастут. Как подступиться с ребенком к самой первой книге? Обратите внимание на адаптированные сокращенные версии известных сюжетов. Обычно они выходят сериями по уровням. Первая книга должна быть самого низкого уровня. Как подготовить ребенка к чтению? Во-первых, узнайте, знаком ли ученику сюжет. В любом случае, посмотрите мультик или прочитайте эту же книжку на русском, чтобы освежить. Во-вторых, заранее проработайте новую лексику, которая встретится в тексте. Это лучше сделать в формате игр. Проверенный прием. Через новые слова можно подогреть интерес ребенка и подвести его к истории или следующей главе. Ну, например, Как думаете, что это мы собрались читать? Или сделайте то же самое, но с помощью картинок. Покажите иллюстрации или обложку книги, закрыв название. Попробуйте угадать вместе, о чем книга. Узнайте, какие ассоциации она вызывает. Вот мы подучили лексику, задали контекст и подвели книги. Включите аудиозапись книги или почитайте для него сами, чтобы он мог повторить. Последовательно слушая и читая, ребенок запоминает, как слово выглядит и звучит одновременно. Учится верно произнесить сам. Таким образом, мы задействуем несколько каналов восприятия информации. Эти шаги можно будет повторять с другими книгами этого же уровня, а потом и следующего. Пока вы не будете уверены, что ребенку уже интереснее скорее читать, чем с вами разговаривать. Впрочем, если этот момент так и не наступит, вы получите отличную практику разговорной речи. Вы ведь будете все это обсуждать по-английски, верно? Постепенно убираете аудио, затем игры, потом обсуждение. Так и доберетесь до upper-intermediate уровня, на котором можно переходить к неадаптированной литературе. Ну ладно, это не в начальной школе, конечно. Хотя... Кстати, чуть не забыл. Никогда не начинайте на самом по себе чтении. Помните, наша цель сделать так, чтобы ребенку было интересно. Обязательно обсудите прочитанное. Часто даже в самых адаптированных книжках есть задания с вопросами по тексту или на отработку лексики. Вы можете сделать их интереснее или придумать свои. Например, дополните их творческим проектом. Пусть ученик сделает иллюстрацию к любимой сцене, главе или нарисует портрет персонажа. Если уровень позволяет, пусть расскажет, что и почему он изобразил. Если вам понравилось видео и вы решили устроить урок чтения своим ученикам, поделитесь впечатлениями в комментариях. Не забывайте подписываться на канал Искайтич и Российский учебник. Впереди много интересного. И ставьте колокольчик в верхней части страницы, чтобы получать уведомления о новых видео. На этом я прощаюсь. С вами был Толя из Скайтич и рубрика Best for Teachers.